Следующее качество смирения. Если ты хочешь преодолеть трудности, успокойся. Надо стать смиренным, принять судьбу. Смирение означает принятие судьбы. Вот судьба такая, у меня такая судьба тяжелая. Я живу за границей. Прими. Ты не хочешь жить за границей. Хорошо, замечательно. Сейчас ты живешь за границей. Прими судьбу. Даст возможность судьба тебе двигаться дальше. Поедешь домой. Не примешь, так и будешь мучиться. Если человек не принимает судьбу, он не может победить судьбу. Судьба побеждается через приятие. Я не могу терпеть этого человека, не хочу с ним жить. Для того, чтобы тебе сейчас понять, что делать, тебе надо сначала научиться его терпеть, принять этого человека. У меня нет силы. Хорошо, силы берутся от Бога. Но я не могу, не могу принять. Хорошо, силы берутся от Бога. Молись Богу, появится возможность принять. Приняла мужа, дальше начинается жизнь. Мужчина не может принять женщину, потому что немного эмоций на меня залпало. Женщина не может принять мужчину. Означают незрелые люди. Олег Геннадьевич, почему я не могу жить со своим мужем. Не могу даже рядом с ним находиться. Не раздражает. Значит, и не разъелась, как женщина еще. Женщину мужчина не раздражает. Это для нее источник служения, объем работы. Она смотрит на него и заботится о нем. Конечно, он тяжелый мужчина. Для каждой женщины мужчина тяжелый. Нет легких мужчин. Все мужчины тяжелые для каждой женщины. Но она видит, вот я сильная женщина, у меня есть возможность принять человека. Значит, сильная женщина. Надежная. Надежный мужчина смотрит, он надежный человек. Возможность принять. Есть. Можно помучать ее, ничего страшного даже. Терпит, принимает. Значит, надежный человек. Всегда все мужчины страдают от женщин. И когда мужчина терпит женские эмоции, значит, он готов жениться. А как определить, что не готов жениться? Он сам и говорит. Думаешь, когда же он замуж позовет? Он что-то не зовет. Общается, все. Общается, не зовет. Значит, не готов принять женские эмоции. Значит, не развитый мужчина, не зрелое яблоко. Зеленое. Как ему помочь? Не знаю. Помучайте его, может, созлеет. Смирение означает преодоление трудностей. Принятие судьбы. Терпение развивает мудрость человека, осознанность. Если ты хочешь осознать, что происходит, прими ситуацию, вытерпи ее. Допустим, какие-то страшные события происходят. Прими их. Тогда ты поймешь, почему. Не принял, ничего не поймешь. Пожертвование дает, делает человека удачливым. Жертвовать надо бесплатно сначала научиться. Как жертвовать бесплатно? Я желаю всем счастья. Пожертвование должно сначала от сердца пойти. Надо сначала жертвовать свое сердце научиться. Просто, ну как бы, желать людям счастья. С этого начинается пожертвование. Удача означает, что человек желает людям счастья. Когда он желает всем счастья, никогда он не останется в беде. Никогда. Никто не позволит ему быть в беде, такому человеку. Невозможно. Заступиться обязательно. Когда человек слушается старших, происходит его рост. Если он чувствует, что у него низкое положение в обществе, он как бы не развит, у него нет нормальной должности, вот что-то все мелкотня какая-то, работа мелкая, денег нет, значит, нет послушания старшим. У тебя нет возможности слушать старших, поэтому ты намели. Научись верить старших, научить благочестивым людям уважать их за их силу. Почему надо слушать старших? Потому что они более благочестивые, чем ты. Что значит более благочестивые? Больше добрых дел сделали в жизни. И поэтому они старшие. У них больше силы душевной. Означает благочестие. Накоплено много добрых дел. Таких людей надо за это уважать. Пусть даже они это неправильно используют, допустим, ведут себя неправильно в делах, обманывают там. Но это старший человек. Уважай его за благочестие, за его. Что он старший. Уважай за это. За его силу, дающую ему возможность иметь полномочия. Если ты его начинаешь удавать, уважать, то ты сам становишься старшим. Через это уважение к тебе приходят тоже полномочия в твою жизнь. Все самые бедные, несчастные, замученные люди, они все бунтари по природе. Они способны уважать тех, кто имеет полномочия. Вот и все. А элитное общество означает общество, уважающее друг друга людей. Если в этом обществе кто-то перестает кого-то уважать, оно оттуда улетает, как пробка из бутылки. Дальше. Если ты видишь, что у тебя как бы рушатся бизнес, дела, значит, у тебя не хватает правдивости. Правдивость это не означает открывать карты как бы всем и давать возможность тебя разрушить. Нет, правдивость означает, что ты честно ведешь себя в тех ситуациях, когда есть взаимные обязательства. Вот допустим, ты замуж взял жену, в чем правдивость заключается? Ты точно знаешь, я ее бросать не буду ни при каких обстоятельствах. Это правдивость. Дает проницательность. Способность видеть людей. Если ты честно, исполняешь свои обязанности перед всеми. Никогда не нарушаешь свой долг. Дает возможность все видеть, всех людей, все черты характера. Как только обманул кого-то, все пелена перед глазами. Способность видеть, чувствовать людей, когда ты выполняешь свою обязательность, проницательность, дает человеку возможность всегда побеждать в делах, в деловых отношениях. У меня был один такой знакомый, он директор банка. Он мне по секрету, он грузин. По секрету сказал, как он зарабатывает деньги. Сказал, я когда сделку заключаю, я человека настраиваюсь на человека и нюхаю трубку. Если от голоса воняет, значит, я с ним не заключаю сделку. Значает проницательность, честность. Но он не сможет запаха почувствовать плохого от голоса, если он сам будет обманывать людей. Поэтому он и сказал, что я никогда никого не обманываю. Вот так сказал. И он, правда, не ошибался в сделках. Все как бы классно. Потому что есть сила вот этой проницательности, способность правильно все делать. Правдивость называется эта сила. Выполнять свои обязательства, правдивость в жизни. Если ты хочешь иметь подчиненных, научись любить младших. Означает сострадание. Сострадание — это значит, что ты принимаешь недостатки их людей как нормальную вещь. Не надо себя гордиться тем, что ты лучше. У тебя есть люди, которые не могут как ты работать, не могут как ты сосредоточиться, не могут как ты себя вести, совершать сделки там. Ничего не могут как ты. Не значит, что их надо пинать. Надо относиться к ним по-доброму. Это значит, что ты априори старший. Быть отцом или старшим надо стать таким. Если человек всех мучает, злится на тех, что человек не выполняет все правильно, это значит, что он не старший. И подчиненные никогда ему не помогут. Старший — это тот, кто способен по-доброму относиться к подчиненным. И при этом уметь их наказывать еще. По-доброму тоже. Все, к сожалению, ты лишен премии. Тебя заставляют злиться на него в это время? Нет. Он — ау-ау-ау. Ну ты же знаешь, что вот я тебе уже три предупреждения сделал, но мне придется тебя лишить премии. Все. Ну что сделать? И он не может сломать старшего. Он сказал — все, решил премии. Злиться есть на что? Нет. Он же тебе по-доброму все сделал, правда? Уважение возникает к такому человеку. Человек думает, зря я так делал. Начинает чесать репу. Сострадание делает человека лидером, дает возможность ему иметь подчиненных. Нет сострадания — нет подчиненных. Есть сострадание — есть подчиненные. И единственное, что делает человека ответственным, это способность принять свою судьбу. Если человек не хочет мириться с тем, что у него есть, он никогда не будет ответственным. Ответственность означает принятие. Вот тебя у нас поставили на работу, вот такая должность. Ты там слесарь должен что-то крутить, паять. Прими свою судьбу и начни это честно делать. Это называется ответственность. Но пока ты не примешь, тебе не будет хотеться это делать. А если не будешь хотеться, у тебя концентрации не будет. Ты будешь что-то забывать, что-то не поймешь, что-то не так сделаешь и так далее. Природа означает, с одной стороны, способности человека, возможность что-то делать и зарабатывать, и приносить пользу. А с другой стороны, это возможность делать долго и не уставать. Возможность делать долго и не уставать является очень важным моментом. И на этот момент я хочу обратить внимание. Мужчина, чтобы что-то делать долго, он должен понять одну вещь. Что ставить целью зарплату неправильно. Правильно всегда на работе ставить целью свое развитие. Сразу меняется ситуация. Смотрите, у мужчины по жизни как? Зарплата всегда приходит тогда, когда мужчина переходит определенную планку развития внутреннего. Когда он становится сильным. Тогда у него появляется зарплата. По-другому никак. Судьба не будет по-другому работать. Чтобы стать сильным, нужно тренироваться. Поэтому сначала мужчина не должен думать о деньгах. Потому что если он думает о деньгах, он начинает метаться, менять одну работу на другую. И начинается у него суета в жизни, которая просто его разрушает. И он в результате теряет веру в себя вообще. Ему надо что сделать? Ему надо найти работу более-менее нормальную. Ну то есть это не означает, что нам нравится сильно. Это означает, что на ней есть более-менее нормальная зарплата. И у меня это более-менее нормально получается. Я потом расскажу сейчас, что это не называется найти свою природу. Это еще человек не находит свою природу. Потому что есть четыре вещи, которые связаны с увлечениями человека. Первая называется хобби. Хобби это вообще не вариант для работы. Это деятельность, в которой человек отдыхает. Некоторые мужчины хотят отдыхать на работе. Они хотят хобби заниматься на работе. И как определить, что они хотят хобби делать? Они не заинтересованы кому-то принести пользу. Они заинтересованы только тем, чтобы им хорошо было на работе. И тогда, ну допустим, приведу пример. Человек рисует картины, которые ему сильно нравятся. Он приносит на рынок, никому не нравится. Это называется хобби. Если человек думает, что он должен этим заниматься, то это безумие. Хобби никогда не является деятельностью человека. Это отдых. Это не работа. Второе предназначение называется способности. Вот это второе предназначение. Оно у всех неразвитых людей является главным. Способности означает, вот это я могу делать хорошо, мне это не нравится. Я могу это делать хорошо. Там у меня есть деньги от этого дела. Но я там сильно устаю и мне не нравится. Это называется способность. Так вот, мужчины. И третье предназначение — это предназначение человека, которое даёт возможность ему служить людям, заботиться о других, приносить пользу. И при этом это даёт ему средства на жизнь. Но сначала меньше, чем способности. Но интереснее и как бы и польза, и развитие в этом есть. Так вот, сначала не нужно стремиться к тому, чтобы свое предназначение получить в жизни. К этому не надо стремиться. Оно приходит, когда человека становится зрелым, развитым. Потому что предназначение человека связано с разумом, а зарплата с умом. Когда у человека умственная платформа сильная, он хочет больше денег. Он никогда не поймёт свое предназначение. Это невозможно. Он думает там, где больше денег, там и моё предназначение. Нет, там просто ещё больше умственная платформа и всё. Предназначение к человеку приходит, когда он пользу людям и труд по своей природе ставит выше денег. Но к этому надо прийти, и это искусственно не сделаешь. Поэтому сначала мужчина должен найти деятельность, которая по его способностям, это его способности, у него всё получается. И там застыть, никуда не бегать. Не нравится, нравится, тяжело, не тяжело, просто работать на одном месте, никуда не бегать. И просто развиваться как Личность в это время, становиться крепче, лучше, развитее, терпеливее, полюбить труд в целом, перестать лениться, перестать быть безвольным, с капризным, плаксивым, вот работать на одном месте просто, устойчиво и всё. И ждать перемен в себе. Как эти перемены будут выражаться, в чём? Перечисляю. Когда вы почувствуете себя в жизни сильно, раз. Когда женщины вас начнут уважать, два. Когда смена работы не будет мотивироваться зарплатой для вас, а будет мотивироваться каким-то более высокими интересами, три. Когда вы начнёте чувствовать свою миссию в жизни, что вам надо для людей делать? Четыре. Это означает, что вы созрели как Личность. Если же вы думаете, менять надо всё для того, чтобы найти себя, это безумие. Человек, который прыгает с одного места на другое, он никогда себя не найдёт. Потому что у мужчины понимание, это его деятельность или не его, созревает не меньше, чем через три года работы. Но даже если ты понимаешь, что это не твоё, всё равно надо оставаться там. Потому что нужно созреть как мужчина ещё дальше. Потому что когда мужчина бегает с одного места на другое, а ещё хуже, когда он сидит дома, из-за него жена работает, то этот мужчина никогда не поймёт, чем ему заниматься и никогда не созреет. Это как труднее, знаете, вот эти пчёлы, которых выгоняют из улей. Это вот такой мужчина, который как бы не работает. Он никому не нужен. Больше того, деньги, которые зарабатывает жена, для мужчины является ядом, разрушающим его жизнь. Если, допустим, мужчина живёт на зарплате у жены, то это яд, разрушающий его жизнь. За исключением каких-то случаев, когда временно мужчине надо выучиться, когда ему нужна просто безвыходная ситуация. Он хочет работать, но вот надо временно подучиться, там ещё что-то. Но если мужчина говорит, я ищу работу и хочу найти хорошую работу, пока живём на твои деньги. Вот эти деньги жены являются проклятием для него. Он никогда не найдёт себе нормальную работу, если он питается на эти деньги, живёт, на деньги жены. Это всё равно, что яд есть мужчине. А женщине, наоборот, жить на деньги мужа — супер. И женщина тоже это чувствует. Вот когда, допустим, она потратила мужа деньги, она счастлива. Но если она увидела, что муж потратил её деньги на себя, она этого не забудет никогда. Вообще никогда в жизни. Это всегда останется в её памяти. Так, женщина или нет? Она и хочет это забыть, но не может. Потому что эти деньги ядовитые, женские. Таким образом, мужчина крепнет. Он становится сильным, когда он себя мучает. Это удивительно устроено. Мужская психика, мужской организм — это парадокс, который надо распознать в себе. Мужской организм становится здоровым, сильным, выносливым, когда мужчина сам себя мучает. Это удивительно. Ему надо спать на твёрдом, закаливаться, бегать постоянно, заниматься спортом. Мужчине даже не надо лениться, лечиться. Он просто, если он ведёт активный образ жизни, он как бы спортом занимается, он что-то делает, там качается, развивается. Ему лечиться даже не надо, у него само всё вылечивается внутри. Так организм мужской устроен. Не надо даже лечиться. Ему нужен просто активный образ жизни. Аскезы нужны. Мужчина лечит аскезы. Женщина аскезы не лечит. Женщина лечит гармонию. Если она в гармонию с миром, с собой, с людьми входит, она становится здоровой. Мужчине нужна победа. Когда он побеждает себя, он выздоравливает. И когда мужчина устойчиво на работе себя чувствует, он работает, у него всё получается, это делает его крепким, сильным, выносливым, здоровым. Привыкнуть надо к работе, надо привыкнуть. Он привык, чувствует, что ему нормально на работе. Он привык, всё. Всё, это победа. И с этой привычки начинается его созревание как Личности. Он становится крепким, зрелым. Когда он удержался на какой-то работе, на одной. Допустим, он говорит, ну мне не хочется, это не моя работа. Ничего страшного. Это нормально. Работайте там, где вам не нравится, пока вы не привыкнете. Ну хорошо, если уже совсем не нравится. Один раз можно поменять. Но если вы видите, что вы меняете здесь, меняете там, меняете там, это значит, что вам везде будет не нравиться. Это значит, что вам надо просто научиться совершать аскезы, жить мужской жизнью. Секреты процветания в семейной жизни. Знайте, что главный секрет процветания в мегаполисе, в семейной жизни – это здоровье. Если вы не чувствуете себя уставшими, или хотя бы чувствуете себя меньше уставшими, чем раньше, у вас процветания будет больше. Если вы хотите успеха в жизни, знайте, что успех у вас будет, когда вы сможете наладить свою жизнь, связанную с природой и с людьми. Перестаньте бегать и суетиться. Начните как можно больше времени и внимания уделять своему здоровью, психическому и физическому. Психическое здоровье – это доброе отношение с людьми налаживается, физическое здоровье налаживается от контакта с природой, активного контакта. Когда эти две вещи будут налажены, ваше естественно, ваше благосостояние будет улучшаться. Вот приведу пример простой. Допустим, идешь, заходишь в магазин. Часто продавцы завлекают, пытаются завлечь покупателей. Знаете, в это время они его, наоборот, отчуждают. Когда продавцы пытаются даже по-доброму, пытаются привязать к своему товару, в это время человек не захочет покупать по-любому. А если он очень сильно хочет купить, он подойдет к вам, но вы ему все равно помешаете, это желание уменьшите на сколько-то. Знаете, единственный способ привлечь покупателя нормально – это не завлекать его своим желанием, чтобы он купил ваш товар. А просто, когда у вас хорошее здоровье и хорошее настроение, он сам к вам пойдет. Он пойдет туда, где он увидит человека с хорошим здоровьем и с хорошим настроением. Это закон. Знаете, хорошее здоровье и хорошее настроение всегда привлекают людей. А всегда, когда люди к нам привлечены, у нас сразу появляются средства. Поэтому следите именно за этим больше всего. Если вы вымотались, устали, измотались, замучились, значит, вы разрушаете свой успех. Он теряется. Это первое правило. Если уже у вас есть здоровье и все более-менее нормально. Второе правило такое. Нужно устанавливать с очень хорошими людьми очень глубокие отношения, служа им. Если вы видите, вокруг вас есть очень интеллигентные, порядочные, добрые, хорошие люди, пожалуйста, вкладывайте силы в то, чтобы заботиться от них как можно больше. Именно эти люди дадут вам развитие. И как они дадут? Они, сами того не понимая, вас выведут на тех людей, которые вам дадут более высокооплачиваемую работу, лучшую жизнь, процветание. То есть процветание дают друзья, которые имеют хорошую судьбу. А значит, у них хороший характер, хорошие, ну они состоятельные, успешные в жизни. Если у вас такие люди есть, вкладывайте в них силы. Заботьтесь о них больше других. И они вам дадут развитие. Если вы чувствуете, что как бы в дыре живете, вам, значит, не хватает отношений с такими людьми. Все, это закон. Первое – здоровье, второе – отношения. Третье правило. Если у вас уже две эти вещи есть, вам теперь надо все свои силы вкладывать в ответственность и стабильность. Нравится вам ваша работа, не нравится. Нравится, что вы делаете, не нравится. Надо со всей силы стараться это делать. Если вы стабильность проявляете, это еще одна вещь, которая дает успех. Очень сильно. Потому что люди начинают вам доверять. И вы становитесь гарантированными людьми. Только стабильность гарантирует человека, больше ничего. Если все это вы уже приобрели, дальше нужно всегда сохранять верность тем, что вы у вас есть, деликатность и защищать всегда тех, кто рядом с вами. Никогда их не подставлять. И следующая вещь, которая сильно развивает человека во всех отношениях, сильно развивает. Самый большой секрет, самая большая тайна. Понять очень сложно. Удивитесь сейчас, когда я начну говорить, что это очень сложно понять. Вы сейчас удивитесь очень сильно. Потому что вы думаете, да, мы и так понимаем. Но ваше понимание, в зависимости от вашего понимания, вы имеете такой статус в обществе. Это уважение к старшим. Кто имеет высокое положение в обществе? Те, кто сильно уважают старших. Те, кто меньше уважают старших, меньше положение в обществе. Еще меньше, еще меньше. Уважение к старшим означает уважение к правительству, уважение к начальнику, уважение к родителям, уважение просто к старшим. Сильно повышает статус в обществе человека, сильно не просто повышает, а сильно повышает статус в обществе. Он более опытный, чем все остальные люди. Имейте в виду, это работает всегда только так. И никак иначе. Теперь сразу возникает вопрос, а за что его уважать, если я вижу в нем кучу недостатков. И теперь слушайте меня. Если вы имеете что-то от старших, то это всегда само собой. Вот само собой, что у нас есть правитель в стране. Это не само собой. Потому что если правитель плохой, то само собой в стране возникает война. А если само собой в стране мир, значит правитель хороший. Теперь, если ты об этом не хочешь думать, а обсуждаешь его недостатки, что ты делаешь? Пилишь сук, на котором сидишь. Из-за этого ты получишь этот результат. Все. Причем сук можно и не перепилить. Но если ты его грызешь, слетишь обязательно. Понимаете, да? Теперь. Человек, который вам дает работу. Один вариант мышления, его недостатки. Что они олицетворяют? Твои грехи. А то, что ты у него работаешь и получаешь деньги, что это олицетворяет? Твое благочестие. Так вот, будь благодарным за то, что он тебе твое благочестие осуществляет, дает возможность тебе жить и зарплату. И эта благодарность скроет его хорошее качество этого человека. И когда вы вскроете его хорошее качество, ваше положение будет улучшаться не даже не обязательно в этой фирме, а где угодно. Такие люди, которые уважают старших просто за то, что им дают возможность жить, они очень редки в этом мире, и крайне все в них крайне нуждаются. Это крайняя нужда, понимаете, в таких людях. И если человек хотя бы чуть-чуть это осознает в своей голове и перестает критиковать старших, своих родителей, которые дали ему жизнь, самое главное. Без жизни невозможно жить. Родители дают жизнь. Перестает критиковать своих начальников, своих правителей, своей страны. Такой человек немедленно, когда он, ну, так же, священника там и так далее. Старший, ну, священника вообще надо как бы всем сердцем любить, духовно старшего человека в своей вере. Всем сердцем любить надо. И никогда не слушать критику о нем никакую. Даже если у него есть недостатки, это не твое дело. Это дело его отношения с Богом. Они разберутся между собой. Твое дело, вот есть старший, служи ему. Если человек так настроен, то он получает всю милость от этого пространства, в котором он живет. Самый большой, высокий статус, самые большие возможности в жизни человек обретает через одно только это качество. И когда это качество теряет человек, только одно это. Что бы у него не было в жизни, он теряет все. Все, кто слетают в должностей в правительстве, есть только одна причина. Это отсутствие уважения к старшим. Все, запомните это. Но если вы хотите, чтобы у вас был сильный коллектив, и чтобы этот коллектив давал вам плоды, возможности, если вы хотите управлять людьми, знайте, что нужно еще одно качество, кроме этого. Это сострадание к тем, кто менее развит, чем вы, кто все время ошибается, делает глупости, кто является для вас младшим, кто постоянно в космосе находится, ничего не соображает, не врубается. Вот этим людям надо постепенно, постоянно объяснять, как правильно, смиренно себя вести, быть строгим, когда нужно, но внешне. И если вы будете к людям относиться вот так вот по-доброму, постоянно им указывая на недостатки по-доброму, то эти люди всегда будут оставаться рядом с вами, вырастут и станут крепкими, и создадут для вас очень сильный костяк, дадут вам возможность быть старшим. Только такой способ. А если вы будете их гнобить, то они все разбегутся. Я обижен, я в депрессии, все плохие вокруг, мир темный, Питер ненавижу. Что это значит? Значит, нет хороших отношений с людьми. Я должен делать добрые дела. Что нужно делать в этом случае? Самый простой способ – это пригласить друзей и бегать, прыгать вокруг них целый день. Вот в таком депресснике. Радоваться, улыбаться, прыгать, бегать, готовить, заботиться, кормить. В конце этого дня весь, вся депрессия будет уничтожена. Вы зарядитесь полностью, у вас не будет ни одного чувства, никакого, что у вас нет сил. Как это проявляется, депрессия вот эта вот проявляется в жизни? В виде разрушения отношений. То есть вы видите, что отношения рушатся, потому что мы спорим, скандалим, злимся. Это означает, что нет сил. На что? На отношения. Когда у меня слабость, тоже нет сил на отношения. Слабость психическая, физическая слабость, тоже нет сил на отношения. Но при этом я еще как-то улыбаться могу, но не сильно энтузиастично. Но когда психическая слабость, человек вообще ничего не может в отношениях делать. Он обесточен. И эту слабость воспринимают близкие люди, как предательство. Все, и мужчины, и женщины, все один, и тот же. Силы берутся от служения близким людям. Не то, что вы пирожки на улице будете раздавать, и у вас сила от этого появится. Нет. Надо служить, приглашать к себе тех, кого вы любите. Не надо всех вообще друзей приглашать. Вот кого любите, того приглашайте, служите им. Через них Бог вам дает силы психические. Через этих людей. Понятна система? Дальше. Когда человек чувствует, не могу рано вставать, не могу не наедаться на ночь, не могу бросить поведенную привычку, не могу не делать глупостей там и так далее. Это значит, что не хватает духовных сил. И как получать духовные силы? Лекция воткнула в уши, слушаем. Первая стадия — это насыщение. Духовная музыка, молитвы, лекции. Насыщаемся. Силы чуть-чуть появились, на этом не надо останавливаться, идти надо в храм. Вот сегодня было крещение. Использовали день? Некогда было. Объясняю. Праздник — это особый день. В это время высшие силы, они же знают, что мы верим в них, да? Они знают. Поэтому есть договоренность определенная между высшими силами и нами. Какая договоренность есть? Что мы празднуем их. Вот в этот день. Они знают об этом или нет? знают. И поэтому именно в этом дело денег не дают больше милости тем, кто празднует. Поэтому, если такие есть договоренности... Вот, допустим, если вы придете на лекцию сюда, но договоренности нет, ну тогда вы стоите возле входа, лекции не будет. Надо приходить на лекцию, когда она есть. Точно так же праздник. Мы не можем себе этот праздник сделать в другое время. Но он нужен человеку, такой праздник. Потому что этот праздник, он окрыляет, решает все проблемы человеку, и все классно стало. Некоторые в очередь к психотерапевту записываются на год, ждут, когда же я к нему приду. Вы его с кем-то перепутали. Вам не надо никакой очередь стоять, просто сходите на праздник религиозный. Вот это и есть ваш психотерапевт. Он вам даст счастье, силы, любовь. Это Господь. Видите, то есть три варианта разрушения семьи. Все идут от отсутствия сил. Первый вариант у меня нет здоровья, нет сил физических, я уставший человек. Второй вариант нет психических сил, я нервничаю, злюсь, разрушаю отношения. Третий вариант тяжелый период жизни, что-то не получается, заклинило в жизни. Нужен Бог. Заклинило, вот не знаешь, как вырваться из этого, не знаешь, что делать. Нет сил. Нужен Бог, значит. Бог дает эти силы. Говорит, да никто не даст мне силы. Проверьте, вы попробуйте. Это чудо. Вот это и есть чудо. Ничего не поможет, начинаешь молиться, раз помогло. Чудо. Вот это чудо надо использовать. Теперь, если силы появились, обычно куда мы им тратим? Силы появились, супер. Смотрим телевизор до упада. Я давно хотел посмотреть эти 25 серий «Мертвые не потеют». В конце, понятно, что они не вспотеют, но все равно интересно же, правда. И когда силы появились чуть-чуть, то я сажусь в телевизор и смотрю «Санта-Билиберду», 567-я, 875-я серия. «Билиберда» не кончается. Но интересно же, и в это время потихоньку рушится моя семья. когда силы появились, что нужно делать? Отдавать им близким эти силы. Но надо знать, что близкие очень ранимые люди, очень ранимые. Почему? Потому что там, где идет любовь, там человек становится очень ранимым. Отношения любви очень ранимые отношения. Надо это знать просто. Допустим, если деловые отношения с начальником тоже ранимые, там есть все равно, как бы ты для него работаешь. Это тоже определенный вид любви, но не такой сильный. Но в близких отношениях люди очень ранимые. Мужчины, женщины одинаковые. Разницы никакой нет. Поэтому надо понимать, что если он нервничает, злится, он просто устал. В этом причина. Вот дети когда злятся, мы же понимаем, что ребенок устал. Допустим, у меня летел в самолете как-то и женщина на руках был ребенок, но постоянно орал. Она посмотрела на меня, как бы я на нее, она говорит, знаете, он просто очень устал, не спал с утра, там, она мне объясняла. Я говорю, я понимаю, я сам устал, поэтому в таком же состоянии точно. И она сразу успокоилась. Она поняла, что я тоже устал, поэтому такой надутый сижу. Не потому, что у нее ребенок плачет. Видите, нам кажется, когда мы устаем, нам кажется, что все враги вокруг. Подумайте об этом, это очень важно. заботиться о близких очень сложно, потому что, когда ты начинаешь заботиться, сразу идет яд сначала, из близкого человека идет яд. Ты начинаешь что-то делать для него, ему для того, чтобы открыться на твою любовь, нужно сначала выплеснуть то, что мешает ему любить, и что он выплескивает то, что разрушает твою возможность служить. Поэтому мудрый человек, когда он начинает заботиться о близком человеке, он должен выбрать определенную тактику. Нужно начинать заботиться, зная, что тебе сразу благодарности никакой не будет, а сразу сначала ты получишь пинка. Ну, то есть, просто начни слушать и жди вот этот пинок. Не обязательно он будет сильным, каким-то злобным, а просто, может быть, близкий человек не обратит внимания на ваше служение. Или он не воспримет это должным образом, или подшутит над вами. то есть, все, что угодно он может сделать, надо знать заранее, что это будет обязательно. И спокойно вообще, то есть, если вы настроитесь, что это будет, вы не среагируете. Реакция идет от неожиданности. неожиданности. вы продиагностировали, что у вас более глубокая стадия разрушения отношений. Есть разные стадии. Первая стадия обычная, мы просто чуть-чуть обижены друг на друга, потому что мы очень ранимые. как-то я только начинаю служить, заботиться, смело, сильно. Близкий человек сначала выпускает яд, потом начинает радоваться мне. Значит, отношения более-менее нормальные. Но если он ничего не выпускает, ни яда, ничего, он просто не обращает внимания на мое служение, это значит, что мы находимся в более запущенной стадии. Эта стадия называется отчужденность. боль накипела, то есть уже много боли накопилось и человек поменял отношения. Он боится со мной строить близкие отношения. Это то же самое, я чищу зубы каждый день, но если давно их не чистил, у меня рот весь воспален, я начинаю чистить зубы и что происходит? Мне больно, хотя зубная паста должна помочь вылечить рот, но я не могу уже ей чистить рот. Почему? Потому что я нуждаюсь в лечении. Теперь сразу возникает вопрос, а как лечение происходит? Я же хочу от него счастья, от этого человека. Почему? Какое право он от меня имеет быть отчужденным? Никаких прав не имеет, но он не может просто. Ему больно очень. Уже накопилось все это. Боль накопилось, он не может умерть сил. И это также еще знак от Бога, что ты слишком много от человека хочешь. Мы все страдаем, рушим всеми только одной причиной, мы от человека слишком много хотим. сам самое интересное заключается в том, что вообще вектор счастья в отношениях семейных он вообще имеет другую природу. От близкого человека запрещено что-либо хотеть вообще. Запрещено свыше. Понимаете, надо брать от Бога силы, от природы, от людей и отдавать близкому человеку их. И когда благодарность в его сердце появляется, вот тогда санкция тебе дарить счастье наступает. Если ты не отдавая ему ничего, требуешь себе что-то, в это время вместе с твоим желанием получить что-то от близкого человека приходит твоя злая судьба. Вот ты допустим хочешь защиты от мужчины, придет злая судьба через это желание. А если ты просто служишь ему и знаешь, что хотеть надо от Бога только. От природы, от Бога, от людей, которые тебя любят. Через них тебе приходит в жизнь счастье. С близким человеком все не так. Через близкого человека счастье приходит тогда, когда ты ему что-то делаешь доброе, и он становится благодарным. Вот тогда от него начинает идти счастье столько, сколько тебе положено. Но если человек не хочет ничего делать доброго, говорит сначала стулья, потом деньги. То есть он такое решение принял. Вот когда ты будешь улыбаться, тогда я тоже буду улыбаться. Вот когда ты тогда я это такое решение. Ничего не получится. Если в обычных ситуациях, в этих случаях, когда я на принцип иду, мне дают фигу с маслом, то в семейной жизни тебе дают фигу без масла. Фигу, помаженную горчицей. еще хуже. Никаких принципов. И не то, что он не хочет служить, что ли, заботится обо мне. Нет, это не то, что так. Близкие люди сами не понимают, что творят. Никто. Вот мы мучаем близких людей, мы вообще ничего не знаем об этом. Мы не знаем, что мы их мучаем вообще. Узнать очень сложно. Мы догадываемся, конечно, но не так, как он меня. Точно так же. Разницы никакой нет. Все мучают друг друга одинаково. Но ценность поведения для женщины, конечно, она в шоке от такого поведения мужчины. Если она, допустим, что-то для мужчин не сделала, она думает, ну, что не сделал, ничего страшного, перетерпит. Но когда он что-то не сделал, он думает, бог ты мой, за глазом услышал. Вот. Это так встроено наше мышление. Ничего не сделать с этим. Поэтому не ждите ничего. В близких отношениях действует самая тяжелая судьба, какая то существует. Но если мы научим... Нет, мы не можем не ждать. Нам хочется счастья, извините, любви, начи, домой пришла. Я хочу счастья, я же молодая. все понятно. Но зная вот эту формулу, если повезло, у близкого человека хорошее настроение, можешь попользоваться. Смотри сразу, смотри, что происходит. Пришла домой, нет у него хорошего настроения, все, не лезь. Действует плохая судьба. твое желание наслаждаться им в это время действует как яд. Оно разрушит отношения. В это время, да? Конечно, да, любому мужчину ему хочется, чтобы женщина была с ним, когда ему плохо. Поэтому он и лезет к ней, ходит за ней кругами. И у вас нет сил, да, на него, он вымучивает вас в это время, да? Вот, видите, вот об этом я и говорю, что мы не должны, когда нам плохо, надеяться на близких. Это касается не только его, так же и вас. Но мы это будем делать, мой хороший, будем делать, потому что мы глупые. У нас нет знания, как правильно. У нас кроме знания еще нет силы. С Богом, чтобы контактировать, нужна сила воли. Человек не включен на Бога сразу. А на близкого человека я всегда включен. Я всегда лезу к близкому человеку. У меня всегда включена эта связь. Связь с Богом надо еще включить, надо силу воли еще сделать. Еще надо иметь опыт, веру, чтобы получить от Бога путешествие. От природы тоже надо себя исключать. Заставить себя идти на улицу очень тяжело. Подружек тоже пригласить или позвонить тоже нужно силы. а муж вот он рядом пошла и все и мне плохо я пошла к нему все. Если у него хорошее настроение повезло супер значит все будет нормально. Но вы знаете что в это время он силы не приобретает он силы вам отдает. Эта ситуация когда мне плохо я иду к нему не означает что силы у него тоже будет больше. Нет. он отдаст мне. Если у него есть они хорошее настроение означает есть силы. Нет значит будет скандал. Почему? Потому что мы пираты. Мы требуем силы не у того кого надо требовать. Это правильно спасибо. Сил надо требовать у Бога через природу через людей через храм. А близкому человеку надо отдавать силы. Теперь он ведет себя неправильно. требует от вас силы а не от Бога. Такой вопрос. Это другое. Когда близкий человек ведет себя неправильно надо отдавать. отдавать до последнего а потом сказать мой хороший мне больше нет сил. Пожалуйста дай мне отдохнуть. Займитесь своими делами. Я тебе все что могла сделала. А сейчас нет сил. Он скажет нет будь со мной. Скажет сейчас будет скандал. Предупредительный свисток как бы выстрел воздух сначала. Он не хочет слышать дальше. Тогда ругайтесь. Вы предупредили все сделали. Ругайтесь смело не бойтесь. Такой зикой ты меня совсем замучил. Отстань от меня. Нормально а что делать? Он же должен как-то понять что это не тот путь. Сначала заботиться силы отдавать сколько можешь. Потом предупредительный выстрел в воздух. Потом ругаемся. Но потом прощения просим. Потому что если ты ругаешься по поводу без повода близким человеком надо всегда просить прощения как только чувствуешь что можешь это сделать. Все. Такие правила. Женщине попросить прощения тяжелее. Дольше время дольше надо. Но все равно когда пришло время надо это сделать. Пусть даже уже он пять раз попросил прощения. Женщина все равно сама когда пришло время она отпустила сердце у нее оттаяло надо попросить прощения тоже все равно не надо пренебрегать этим обязательно. мы почему просим прощения потому что мы виноваты. Скажете я не виноват он сам виноват. Мы виноваты. Если мы ругались виноваты всегда. И вот если мы так себя ведем отчужденности не возникает. Помощь только одна. Когда женщина сильна чувствует свою силу сила это в вере находится человек сила в вере надо верить что этот человек дан вам Богом и вы на него имеете единственное право и рисоваться перед ним вы только можете честно. Все остальные это делают нелегально. Поэтому вы легальные они все нелегальные. Но могут иметь какое-то чувство допустим по судьбе вам надо страдать сейчас. Вы сами кого-то так подвели в жизни сейчас получают такой экзамен. Но это не значит что вы должны проиграть понимаете выигрывает тот кто верит что это ему положено в жизни. Я вам сейчас эту веру объясняю. Это ваш муж он вам положен. Та тетка отвалится я даже могу сказать когда она точно отвалится по вашей судьбе через семь с половиной месяцев. и точно сейчас уже перевалило через середину. То есть вот этот наш с вами разговор это ваш дата экзамен уже. То есть после этого сейчас все начнет становиться лучше. Вы слышали меня? И больше никогда не пренебрегайте своим мужем. Это все началось от того что у вас было сильное увлечение какое-то. Вы забыли про семью занимались этим увлечением. Вспоминайте. А? Но вы увлекались чем-то другим. Правда в это время? Вспоминайте. Не ценила? Не ценила означает не служила, не вкладывала силы. Потребительски жила. Брала только силы. Вот об этом вся лекция у нас. Итак, следим друг за другом. Следующее, что я вам сказал. Следим друг за другом. Смотрим, какой период у человека идет. Ловим тяжелый период. Смотрим. Это тоже тяжелый период понесло к женщинам другим. Это значит, ему не хватает чего-то. Надо это очень диагностировать у человека у близкого и у женщин тоже, допустим, женщина все делает, ухаживает, заботится. Но знаете, как определить, что женщина, она с тобой находится в глубоких отношениях к мужчине? Есть только один способ определить. Если она тебе рассказывает про себя, открывает тебе сердце, говорит, у меня такая вот жизнь, вот это вот то, сё, это значит, что у нее все хорошо, то есть она от вас не уходит. Но если она перестала вам рассказывать про себя, это значит, что ее понесло куда-то в другую сторону. Потому что женщина всегда только через открытие сердца проявляет свою преданность и привязанность. Больше никак. Все остальное это можно сыграть. но вот в это сыграть невозможно. Потому что женщина не может любить мужчину, который как бы проявился как трус. Я правильно говорю женщине? Все глубокое чувство отваливается. Если нет такой возможности допустим у вас или просто как бы это не ваше правило, то тогда просто сила духа. Станьте сильнее перестаньте ревновать, радуйте жене, любите ее, по-доброму относитесь, пересильте человека своей внутренней силой, станьте сильнее его психически. Все, он отвалится сразу. Даже не надо там сильно как-то... Женщина все проще в этом плане. Она естественно привязана к мужу и к детям своим. Естественно привязана. Если вы проявляете правильные качества, становитесь сильнее, ситуация перетекает сразу на вашу сторону. Но при этом не слушайте болтовню. Все, что она говорит в это время, это все неправда. Она не знает саму себя. Если она вам говорит, он лучше, рассказывает, что-то не обращать не мое. Бог муж от Бога, да? С прошлой жизни, да? С прошлой жизни. с тобой, мне женщина одна сказала, мы с тобой. Олег Геннадьевич говорит, я хочу вам задать вопрос. Мы с мужем живем одну эту жизнь, и Бог мне дал этого человека на эту жизнь, а я встретила другого человека, с которым мы уже пять жизней вместе живем. У нас в этой жизни, как бы, в этой жизни с моим мужем, у нас есть двое детей, а в тех жизнях прошлых у меня много детей было с тем человеком. Теперь у меня вопрос, Олег Геннадьевич к вам, с кем мне быть? С этим человеком, которым одну жизнь, как бы, временно, и с тем, с которым у меня много жизни было уже, Олег Геннадьевич. Смешно? Женщина? Примерно то же самое, мужчина рассказывает. Да, это так работает женское мышление. Женщине надо объяснить себе обязательно какую-то философию сделать из того, что она согрешила. Обязательно что-то придумать. Подтверждение астрологов найти, обязательно найти астролога. Этот не подтверждает, он не знает, пошла к следующей, он тоже не знает. Этот о, а этот знает, все замечательно, все нашла. А так работает психика, ничего не сделаешь.